Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество Джозефа Конрада. Джозеф Конрад – известный польско-английский писатель, который внес огромный вклад в мировую литературу. Его произведения отличаются глубокими философскими размышлениями и изображением духовного мира человека. Юзеф Теодор Конрад Коженевский родился в селе Терехово Бердичевского уезда Киевской губернии Российской империи, где находилось имение матери будущего писателя, в семье польского дворянина, поэта Аполлона Корженевского. Аполлон Корженевский являлся участником польского освободительного движения, за что и был арестован русскими властями, и сослан в Вологду в 1861 году. Жена Эвелина с Юзефом, которому на тот момент времени было 4 года, поехала вслед за супругом. В 1865 году по причине болезни жены Аполлон добился перевода в Чернигов, однако это не спасло семью от тяжелой потери. Эвелина умерла от чахотки. Отец и сын переехали сначала во Львов, далее в Краков. В 1869 году отец Юзефа скончался, оставив 11-летнего мальчика круглым сиротой. Опекунство над ребенком взял дядя по материнской линии, Тадеуш Побровский. Дядя вывез его к себе в Одессу, где мальчик впервые увидел море, определившее его судьбу. Также под влиянием английских и французских приключенческих романов мальчик захотел стать моряком. В 16 лет, устав от школьной жизни, Юзеф принял решение стать моряком. Юноша уехал в Марсель, где поступил матросом на французский корабль. С 1878 года перешел исключительно на английские суда, поскольку российское подданство не разрешало плавать на кораблях французского флота. За эти 16 лет плавания овладел английским языком. В 1886 году получил капитанское звание и британское гражданство, в связи с чем официально изменил имя на Джозеф Конрад. В 1890 году, как капитан парохода Руа де Бельш, совершил путешествие по реке Конго. Во время этого путешествия заболел малярией и ревматизмом, которые навсегда подорвали здоровье писателя. Годы плаваний позволили Джозефу запастись огромным багажом знаний о жителях разных стран. Первый рассказ английского писателя назывался «Черный штурман», а в основу самого главного романа «Сердце тьмы» легли впечатления от путешествия по Африке. В 1893 году состоялось знакомство Джозефа с писателем Джоном Голсоорси, приросшее в многолетнюю искреннюю дружбу. Начинающий автор дал почитать знаменитому писателю рукопись романа «Каприз Олмейера», который был опубликован в 1895 году. Далее свет увидели романы «Изгнанник», «Лорд Джим», «Нострома» и «Сердце тьмы». В книге под названием «Лорд Джим» повествуется о пароходе «Патна», который везет паломников в Мекку. Разыгрывается непогода, и члены команды, среди которых был и первый помощник капитана Джим, подавшись в панике, решают тайком покинуть судно, оставив пассажиров на произвол судьбы. Однако паломники смогли спастись, а экипажа ожидал суд. Одним из самых известных произведений Джосефа Конрада является роман «Сердце тьмы». Он рассказывает историю морского капитана Чарльза Марло, который путешествует по реке Конго, чтобы найти загадочного торговца слоновой костью Куртатского. Роман исследует тему тьмы, как внешней, так и внутренней, и вызывает много философских размышлений. Джосеф Конрад, книги которого вызвали неподдельный интерес у широкого круга читателей, стал популярным писателем в Европе. Он поселился в Лондоне и решил оставить море по причине плохого здоровья. Также он женился. Его женой стала Джесси Джордж. У пары родились сыновья – Борис и Джон. В 1914 году, по приглашению польского литератора, Конрад посетил Польшу, откуда с трудом выбирался после начала Первой мировой войны. В 1921 году, готовясь к написанию романа о Наполеоне «Ожидание», побывал на Корсике, а в 1923 году в США. Умер Джозеф Конрад от сердечного приступа 3 августа 1924 года. Ему, находящемуся в зените славы, не удалось завершить роман «Ожидание» о бегстве Наполеона с Эльбы. Герои произведений Конрада, ровно как и сам английский классик, являются ярким примером того, как нужно относиться к жизненным обстоятельствам, чтобы выходить из них победителем, сохраняя при этом лицо и оставаясь честным самим собой. Творчество Джозефа Конрада оказало значительное влияние на мировую литературу. Его произведения являются настоящими шедеврами, отражающими глубокие философские мысли и сложность духовного мира человека. Истории, рассказанные им, всегда вызывают интерес и оставляют глубокий след в сердцах читателей. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok